Привет, друзья! Это Дима Семенищев, джазовый контрабасист и аранжировщик. И сегодня я вам расскажу о том, как научиться импровизировать за один месяц. Никак. По моему субъективному мнению, навык импровизации — это самый сложный из навыков музыканта, и он требует регулярной работы на протяжении месяцев и даже лет. Поэтому научиться этому за 4 недели абсолютно нереально. Но сегодня я расскажу вам о том, как занимаюсь импровизацией лично я и какие этапы прохожу, занимаясь на инструменте, либо без инструмента. Поехали! Сегодня мы объединим знания сразу из нескольких эпизодов. Из эпизода «Как выучить джазовый стандарт», из эпизода «Как играть гамму до мажор», и из двух последних эпизодов «Как обыгрывать аккорды» и «Альтерионный звукоряд». Вот эти 4 эпизода нам сегодня будут очень нужны. Если вы их еще не смотрели, поставьте на паузу, посмотрите один из них и возвращайтесь сюда. Без просмотра предыдущих выпусков это будет иметь, конечно же, меньший смысл. И сегодня мы будем разбирать такую тему, как «Where will never be another you». И будем говорить только о первой части А, о первых 16 тактах. И для начала мы воспользуемся выпуском «Как выучить джазовый стандарт» и посмотрим на гармоническую прогрессию первых 16 тактов. Итак, перед нами аккорды этого стандарта. Первое, что мы должны сделать, это мысленно, либо письменно, вместо цифровки написать для себя ступени внутри тональности. И что мы получим? Мы должны получить следующую информацию. В первом и втором такте, естественно, первый мейдж. В третьем и четвертом такте мы видим ре полуменьшенный и соль септ. Лично я мыслю их как вторую и пятую к параллельному до минору. То есть я бы здесь написал второй полуменьшенный, пятый септ к шестому минору. Разберем такты с пятого по девятый. Мы можем их мыслить двумя способами. Первый. Мы представляем, что мы уже находимся в тональности субдоминанты, которая у нас в девятом такте. Тогда посредственность с пятого по девятый такт будет выглядеть как третья, шестая, вторая, пятая. Третий минор, шестой септ, второй минор, пятый септ. И разрешаемся в тональности субдоминанты. Либо мы можем мыслить его как вторая, пятая к тональности пятой ступени, к условному себе моль-мажору. И вторая, пятая к субдоминанте, к лябе моль-мажору. И тот и тот вариант одинаково правильный. Выбирайте удобный для себя. Здесь разницы никакой нет. Дальше. В такте номер 10 мы видим септ-аккорд на седьмой низкой ступени или ложную доминанту. В такте номер 11 мы видим тонику. В такте номер 12 мы видим шестую ступень. В 13-м такте двойная доминанта. И в такте номер 15 и 16 вторая ступень и пятая. Второй минор и пятый септ. Теперь давайте взглянем только на басы с третьего такта по девятый. И что мы здесь увидим? Ре, соль, до, фа, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. И дальше еще ре бемоль до 12-го такта. Мы увидим с вами квартоквинтовый круг. И возвращаемся здесь к выпуску номер 1. Буквенное обозначение аккордов и квартоквинтовый круг. Для чего мы это проделали? Для того, чтобы потом, когда мы будем все упражнения прогонять во всех остальных тональностях, мы не писали отдельную цифровку, например, в си бемоль мажоре, ля бемоль мажоре, в ду мажоре. А мы сразу мыслили в этих тональностях, думая ступенями. Вот и все. Вот и вся магия. Дальше мы идем к нашему эпизоду, который касался того, как обыграть аккорды. И какую информацию мы берем оттуда. Мы берем информацию о том, какими базовыми ладами мы можем обыграть тот или иной аккорд. В первых 16 тактах мы видим такие аккорды, как мажор, минор, полуменьшенный и аккорд доминатовый. Всего 4 аккорда. И об этих аккордах я говорил в своих последних двух выпусках. И напомню о том, что аккорд мажорный мы обыгрываем лидийским. Аккорд минорный мы можем обыграть дорийским или мелодическим минором. Аккорд полуменьшенный мы можем обыграть лакрийским или минором с низкой пятой ступенью. И аккорд доминантовый мы можем обыграть лидийским и эксолидийским, целотонной гаммой, ладом римского-аккорского или альтерированным звукорядом. А далее мы над нашей цифровкой пишем, какой аккорд мы будем обыгрывать каким ладом. Если у нас несколько вариантов, давайте для начала выберем какой-то один на определенный аккорд. Итак, аккорд первой ступени мы обыграем лидийским. Аккорд полуменьшенный давайте будем обыгрывать минором с низкой пятой. Первую доминанту обыграем целотонной гаммой. Дальше дорийский. Следующую доминанту обыграем ладом римского-корсакова. Снова дорийский. Следующий аккорд обыграем альтерированным звукорядом. Далее субдоминанту мы обыграем лидийским. Следующую доминанту мы обыграем лидийским-эксолидийским. Тонику снова обыграем лидийским. А минор обыграем дорийским. Двойную доминанту обыграем целотонным звукорядом. Второй минор обыграем дорийским. И последнюю доминанту обыграем снова альтерированным звукорядом. Вот такая последовательность у нас получилась. когда люди говорят об импровизации они говорят об бессознательном импровизация это абсолютно бессознательная вещь но учиться ей это максимально сознательный процесс и наша задача соединить наш мозг наши уши и наши руки вместе поэтому все упражнения которые сегодня покажу и все что мы будем делать я рекомендую делать на своем инструменте рекомендую делать на рояле играя левой рукой аккорд а правой рукой играю мелодическую линию и все это пропевать при этом пропевать вы можете вообще без инструмента это самое самое полезное что может с вами произойти итак мы составили ряд звукорядов и первое упражнение которое я покажу оно покажется может быть примитивным но оно максимально полезно мы берем наши тональности отрезок в виде октавы либо чуть больше октавы внутри которого будем играть ноты этих звукорядов вниз-вверх но в строго отведенном диапазоне например я буду начинать каждый нечетный такт с ноты ми-бемоль или с ноты ми-бекар или с ноты ре то есть с ближайшие к тонике а каждый нечетный такт я буду спускаться от ноты фа или от любой другой которая будет получаться что мы в данном случае прорабатываем данный ключ мы прорабатываем то что в одном и том же диапазоне у нас будут меняться звукоряды меняться ноты внутри звукорядов очень важная вещь в том что мы многие звукоряды будем начинать не с основной ступени то есть основной ступени мы играем только тонический аккорд а все остальные аккорды мы будем обыграть уже не с основных ступеней это предельно важно это заставляет мозг работать по-другому как это упражнение будет выглядеть на контрабасе поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мы можем сделать то же самое от всех нот этой тональности. То есть от ноты фа, от ноты соль, от ноты ля бемоль, си бемоль до ре. Именно в диапазоне одной октавы. Например, как это будет выглядеть от си бемоля. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь вспомним эпизод о том, как играть гамму до мажор. И я показывал, что смотря на один и тот же лад с разных сторон, это может быть очень сложно и интересно для нашего мозга. Придумаем какого-то рода секвенцию и будем двигать ее вверх и вниз, при этом находясь внутри формы. Как это будет выглядеть. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Соответственно, таких секвенций вы можете придумать огромное количество и посмотрите на этот стандарт абсолютно с разных сторон. И, конечно, в какой-то момент вы будете в нем свободны совсем иначе. А дальше делаем самую важную вещь. Мы берем и уходим в другую тональность. Пусть это будет, например, тональность ля бемоль мажор. И в ней я повторю самое первое упражнение. Как это будет выглядеть. Пусть это будет выглядеть. Пусть это будет выглядеть. Пусть это будет выглядеть. А теперь собираем все вместе. Мы сыграли всего 16 тактов одного стандарта. Мы играем однооктавную гамму в определенном диапазоне от всех ступеней тональности. Мы играем всевозможные секвенции, которые только можем найти или придумать. То есть здесь все зависит только от нашего воображения. И можем это делать как внутри какого-то диапазона, так и не ограничивая свой диапазон на инструменте. Самое важное всегда находиться внутри формы. И последнее, мы делаем это во всех возможностях 12 тональностей. Соответственно представьте сколько времени у вас уйдет на то, чтобы выучить один стандарт. Но поверьте мне, как только вы пройдете через все это, вы станете намного сильнее. Сколько на это уйдет времени, зависит только от вас. Но не останавливайтесь. Но не останавливайтесь. Это один из способов стать сильнее. С вами был Дима Семенищев. Рассказывайте о этом проекте своим друзьям. До встречи через неделю. У нас стрим в ближайший понедельник на тему ранжировки. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин